Всем привет! План объединить спуск с пика панорамной с акклиматизацией. Мы ехали сначала на машине, пересели на гусеничный транспорт, чтобы была связь с землей, так скажем. Просто даже добраться до сюда уже большое приключение. Предметы гигиены для более мочильных линий, помадка. На случай, если что-то пойдет не так, многим людям это нравится. Всем привет! Меня зовут Максим. Я студент школы гидов международной, IFMJ. Учусь в Кыргызстане. Увлекаюсь альпинизмом, горными лыжами, в частности фрирайдом, скитуром, горным велосипедом. Мы находимся в горах Кыргызстана, на границе с Китаем. Хребет Кокшалто. Прямо за нами пик Кызаласкер. Особенности, уникальность этого района. Его труднодоступности, во-первых. Дорога до сюда из Алматы заняла больше суток. Мы ехали сначала на машине, потом ехали от Бишкека на другой машине. Мы пересели на гусеничный транспорт, на котором еще 30 километров приехали. Ну и в обратном пути будет все то же самое. То есть просто даже добраться до сюда уже большое приключение. Сюда мы приехали на стыки июня и июля. Погода не самая стабильная. У нас после обеда частые дожди. У нас ветра довольно сильные задувают. У нас пологие ледники уже открытые. И пока непонятно, что с ледниками на стенах. Вот сейчас мы только приехали, будем со всем этим разбираться. Программа максимум это постараться сходить все альпинистское, что запланировали с ребятами и в идеале что-то свое лыжное. В частности, попытаться съехать с пика панорамный, который непосредственно за нами находится. Примерно так. План объединить спуск с пика панорамный с акклиматизацией. То есть мы заночуем на 4300 примерно у подножья этого пика. И дальше сходим на пик панорамный. А я с него уже в другую сторону съеду один. Отсюда нитка маршрута спусковая сложно не представляется. Возможно, что будет пара трещин по пути. Ну и какой-то жесткий снег, фирм. Плюс, когда выеду на пологую часть ледника, там с большой вероятностью будут трещины. Нужно будет смотреть. Насколько я знаю, сюда периодически приезжают с тем, чтобы провести лыжные экспедиции. И с тем или иным успехом они проводятся. При этом наивысшие точки этого района, в частности Козелоскер Северный и Козелоскер, они все еще не катаны. Как и многие другие вершины. То есть регион, хоть и на слуху в узких кругах, но особой популярностью среди лыжного комьюнити не пользуется. Ну, во-первых, как мы обсудили это, ввиду труднодоступности этого региона, здесь малая вероятность встретить другую группу по соседству. И многим людям это нравится, быть в дикой местности, в диких условиях. Ну, второе, может быть, опять же, в силу того, что не сильно большое количество групп посетило этот район, тут большие просторы для совершения первопроездов. То есть большое количество негатанных линий и простор для воображения. Ну, и третье, может быть, это различный рельеф от довольно простого до сильно комплексного, который, то есть каждый фрирайдер, каждый лыжник практически любого уровня сможет здесь найти что-то для себя. Как-то я смотрел интервью одного австрийского альпиниста, к сожалению, имени не помню, и там вас спросили, для чего вы все-таки ходите в горы? И он ответил, чтобы хотя бы там не слышать этого вопроса. Вот, но я все же попытаюсь ответить. Фрирайдом я занимаюсь давно и осмысленно, больше 10 лет. Вот, и нравится он мне тем, что я могу, применяя свою силу, доходить в те места, в какие большинство людей, не имея лыж под ногами, дойти не могут, и при этом в формате творчества и созидания иметь возможность совершить интересные спуски. Мысли могут быть совершенно разные. Это может быть спуск в зоне леса простейший, где ты просто после работы приехал на час, чтобы получить удовольствие и скатиться там. Просто приятное ощущение от того, что ты вот-вот проедешь спуск, который ты уже прежде приезжал, и который ты довольно хорошо знаешь, просто энтузиазм и привкушение. Это может быть что-то сложное, когда ты совершаешь первый проезд линий, которую прежде никто не делал. И там совершенно огромный спектр эмоций от некоторого волнения, от неизвестности до, опять же, предвкушения чего-то нового. Это может быть просто осознание того, что под тобой довольно сложная линия, где любая ошибка может привести к довольно серьезным последствиям. Эмоции могут быть совершенно разные. Могу поделиться эмоциями от того, когда обычно снимаешь ботинки. Это совершенно чудесно. Это всегда одинаково хорошо, потому что они обычно слегка жмут, в них жарко или холодно, и снимать их зачастую просто одно удовольствие. А после спуска эмоции посещают, опять же, разные. Если все, это может быть радость от того, что все прошло хорошо и без запинки, это может быть легкое неудовлетворение от того, как все прошло, а может быть эйфория и чувство единения с напарником, с которым вы все это сделали. Вообще, как это все получается? Ты узнаешь или тон у тебя уже давно на карандаше какой-то район, который ты хотел бы посетить, и ты начинаешь со сбора информации. Ты смотришь погодные сводки, ты по возможности спрашиваешь у местных, если таковые есть, ты спрашиваешь у людей, которые уже там были, перенимая опыт локалов, так или иначе. И исходя из этого, собираешь уже какую-то картину. Понимаешь, какое тебе нужно снаряжение в этот район, понимаешь, какие погодные условия тебя ждут, с чем тебе придется мириться, с чем ты можешь бороться, какие у тебя будут союзники в виде, допустим, очень хорошего и стабильного снега. Это все выясняется на этапе подготовки. Везде это в первую очередь безопасность, то есть безопасность в виде лавинного снаряжения. Это всегда с собой бипер, щуп, лопата. На случай, если что-то пойдет не так, чтобы была связь с землей, так скажем, обычно все-таки места, куда я езжу, не предполагают наличие сотовой связи, поэтому с собой всегда берется GPS-коммуникатор. Ну, в моем случае это Enrich от Garmin. Исходя из целей и снежных условий, выбирается и лыжное снаряжение, потому что лыжи тоже бывают совершенно разные. От очень узких и легких для высоты до широких и довольно тяжелых для более мочильных линий, что называется, и для более пухлого снега. Рюкзак во фрирайде, рюкзак при выборе линии. Это либо, если идти не очень далеко и не очень сложно, и при этом есть хоть какой-то риск схода лавины, то здорово взять с собой лавинный рюкзак. Если он есть, конечно, я, собственно, так и делаю. Весит он чуть больше 2 кг, но при сходе лавины раздуется большая подушка, которая поможет оставаться на поверхности лавины и минимизировать риск травм и погребения под снегом. Если риск лавины минимальный или если подход к линии очень сложный, энергозатратный, то можно, ну, и я периодически пренебрегаю лавинным рюкзаком, иду с обычным рюкзаком, он весит сильно меньше. Кладется в рюкзак ремкомплект. Там все, что угодно, вплоть от болтиков для лыжных креплений, небольшого количества клея, чтобы подклеить те же самые крепления, лыжных стреп резиновых для фиксации поломанных частей лыж, ботинок и прочего, пластырей, запасного фонарика. Ну, в общем, все, что может пригодиться при однодневном лыжном восхождении, в случае, если что-то пойдет не так. Всегда берется теплая дополнительная одежда. Это легкая пуховка, это ветровка, может быть, что-то пододеть под штаны, там пуховые шорты. В случае, если люди мерзнут, то можно еще брать теплые согревающие стельки. Берется дополнительные бафы, всегда дополнительные перчатки, как минимум одна пара. В моем случае это легкие скитурные перчатки для подъемов и уже что-то потеплее и покомпонентнее для спусков. Ну, плюс в идеале еще взять третьи перчатки, такие тоже надежные, хорошие, на случай, если одна пара потеряется или промокнет. Берется шлем, очки или маска, а лучше и то, и другое. Ну, и берется там солнцезащитный крем, предметы гиены, помадка, чтобы губы не сохли. Берется спас-одеяло. Если это восхождение в зоне ледников, то берется, соответственно, все для обеспечения безопасности в зоне ледников, как-то обвязка, карабины, буры, веревка и прочее. Как-то так. Субтитры создавал DimaTorzok